Диана Гурцкая – российская и грузинская эстрадная певица, чья биография выделяется на фоне большинства коллег. Лишенная способности видеть, артистка с детства привыкла нуждаться в помощи и заботе. Когда же она состоялась как личность, решила возместить добро, которое получила через помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Диана Гурцкая родилась в Сухуме 2 июля 1978 года. Она стала четвертым по счету ребенком в семье бывшего шахтера и учительницы. Вместе с Дианой в семье подрастали еще трое детей – два брата и сестра. Когда девочка родилась, родители не догадывались о ее недуге. Только когда малышка, не сориентировавшись, упала с дивана, взрослые заподозрили неладное. Диагноз врачей оказался неутешительным – врожденная слепота. По мнению офтальмологов, у девочки не было ни единого шанса на то, чтобы видеть. Это было потрясением для семьи. К чести родителей, они решили, что девочка должна расти как все и воспитывали Диану так же, как и старших детей. Сила духа Дианы проявилась с ранних лет, ведь мало кто из физически здоровых людей выбивается на вершины музыкального олимпа. Мечта стать певицей появилась у Гурцкой еще в детстве. Поддержку она нашла в лице мамы Заиры. В 8 лет, уже являясь ученицей Тбилисского интерната для незрячих и слабовидящих детей, Диана сумела убедить музыкальных педагогов, что несмотря ни на что, сумеет выучиться игре на фортепиано. Дебют ее состоялся в 10-летнем возрасте, в дуэте с Ирмой Сахадзе. Девочка и грузинская певица вместе выступили на подмостках Тбилисской филармонии. Ирма заметила юные дарования на музыкальном конкурсе, а в 1995 году Диана выиграла музыкальный конкурс «Ялта-Москва-Транзит» с песней «Тбилисо». Здесь состоялась ее первая встреча с Игорем Николаевым, который впоследствии написал для певицы ее самый узнаваемый хит «Ты здесь». После переезда в Москву вместе с семьей Диана Гурцкая поступила на эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных, которое закончила в 1999 году. Творческая жизнь певицы насчитывала немало интересных проектов. Гурцкая представляла Грузию на международном музыкальном конкурсе Евровидения 2008, а в 2014 году стала послом Зимней Сочинской Олимпиады. В 2014 году вышел клип на песню «Тебя теряю», ставший особенным. Впервые зрители наблюдали Диану без очков, ее глаза были прикрыты кружевной вуалью и венками. В какой-то момент Гурцкая решила сделать перезагрузку исполнительской карьеры, попробовав новые музыкальные жанры. В ее репертуаре появились композиции «Пообещайте мне любовь» и «Это была любовь», которую звезда исполнила вместе с Глебом Матвичуком. Диана не просто певица, но и общественный деятель. С 2011 года она член Общественной палаты Российской Федерации. Артистка поддерживает школы-интернаты и проводит уроки доброты, помня каким счастьем в свое время для нее было общение с людьми. Диана помогает детям адаптироваться к будущей взрослой жизни. В 2010 году артистка стала организатором фестиваля «Белая трость», с тех пор ежегодно проводя концерты, позволяющие юным слабовидящим исполнителям выступать в дуэтах со звездами России, которые участвуют в мероприятиях безвозмездно. В 2018 году под началом певицы стал работать центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, где она занималась с детьми-инвалидами, помогая им приобщиться к жизни в обществе. Исполнительница не раз участвовала в телевизионных проектах. В 2011 году в паре с Сергеем Балашовым артистка появилась в телевизионном шоу «Танцы со звездами». В 2013 году Гурцкая стала гостьей программы Киры Прошутинской «Жена. История любви» на телеканале ТВЦ. В программе Диана рассказала о семье, любви, музыке, о своем недуге. Большую роль в судьбе Дианы сыграл ее брат Роберт. По сути, он заменил ей отца, всегда опекал и делает это до сих пор. Он же помог сестре пережить потерю матери. В критический момент он увез ее на гастроли, чтобы оградить от лишних переживаний. Гурцкая рассказывала телезрителям программы Елены Малышевой «Жить здорово» о том, что однажды столкнулась с угрозой онкологии. На плановом осмотре врачи обнаружили у певицы опухоль, которая могла оказаться раковой. После обследования была проведена операция по ее удалению. При этом страшный диагноз не подтвердился. Певица была напугана новостью, так как в ее семье мама и двоюродная сестра скончались от рака. В 2017 году Гурцкой предложили принять участие в озвучивании фильма «Несмотря ни на что. Германия». Диана рассказала, что сразу же согласилась и подошла к этому очень серьезно. Взяла сценарий на Бали, где отдыхала с семьей, а по приезду сразу принялась за работу. Певица вспоминает, что роль мамы главного героя далась ей легко, поскольку ей как матери удалось прочувствовать свою героиню. Артистке понравилось зазвучивать кино, и она призналась, что хотела бы продолжить успешный опыт. В то же время Гурцкая вела программу на Радио России, в которой беседовала со звездами российского шоу-бизнеса. В 2019 году артистка стала гостью передачи Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить», которая была показана в эфире телеканала «Спас». Вместе с воспитанниками подмосковного интерната для слепо-глухих детей она представила публике песню «Преодолей себя». В 2002 году Ирина Хакамада познакомила Диану с юристом Петром Кучеренко. Деловое сотрудничество, переросшее в дружбу, превратилось в историю любви. Когда в ответ на предложение руки и сердца Диана в шутку пожелала звезду с неба, Петр воспринял ее слова со всей серьезностью. И уже на следующем эстрадном вечере диджей объявил об открытии астрономами новой звезды, названной именем Гурцкая. Тут уже девушке пришлось отвечать за свои слова и соглашаться на предложение. Так Петр Кучеренко стал мужем Дианы. Пара сыграла роскошную свадьбу. Спустя два года после регистрации брака семья пополнилась долгожданным наследником, сыном Константином. Первое время ребенку не говорили, что его мама не видит. Но когда Костя подрос и заметил, с какой заботой относятся к Диане ее близкие, все понял и выразил готовность также заботиться о маме и во всем ее поддерживать. Семейные фото певицы часто украшают страницы российских таблоидов. Счастливую личную жизнь Дианы омрачила трагедия, которая произошла с ее братом Эдуардом в 2009 году. Так случилось, что парень был жестоко избит стражами правопорядка в Москве. Его госпитализировали. Однако от количества и тяжести полученных травм Эдуард скончался. Этот инцидент получил огласку, но толковых результатов по делу не последовало. Вместе с супругом артистка задумывалась о пополнении семейства. Исполнительница мечтала о дочке, но этому желанию не суждено было сбыться. В феврале 2023 года на канале Санкт-Петербург стартовал восьмисерийный цикл «Позовы сердца». Диана предстала ведущей социального проекта, целью которого было знакомство с историями детей с ограниченными возможностями. Ребята рассказывали о том, как им удавалось реализовывать свои мечты, а также о самых разных программах поддержки. Среди звездных гостей передачи отметились Денис Майданов, Олег Газманов, Александр Маршал. Гурцкая активно продолжила общественную деятельность, участвуя во всевозможных фестивалях и развивая детское творчество. А 21 февраля 2023 года она была в числе тех, кто присутствовал во время оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию. Весной поклонники с удовольствием наблюдали за выступлениями Дианы и ее сына Константина в шоу «Две звезды. Отцы и дети». На проекте, в котором соревнуются семейные дуэты, за победу помимо них боролись Ивана и Михаила Заситкевич из группы «Добро» и их отец Николай Заситкевич, Оскар Абдрозаков и его дочь Ирен Абдрозакова и другие. 20 мая 2023 года ушел из жизни супруг Дианы, Петр Кучеренко. Политику стало плохо во время полета с делегацией России из Кубы и спасти его не удалось. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.